Здравствуйте, православные! Снова мы с вами встречаемся на площадке русской конописной школы, чтобы поговорить о святцах русской православной церкви. И сегодня церковь празднует память, предпраздненство Богоявления, собора 70 апостолов, Иакова, брата Господня, Марка и Луки, евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии, Фадея, Анании, первомученик архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Анисима, Ипофраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епинета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия, Ареставула, Родиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гайя, Филофилолога, Лукия, Иосона, Сосипатра, Олимпа, Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Анисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Ипофродита, Карпа, Квадрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артема, Акила, Фортуната и Ахаика, Дионисия, Ореопагита и Симеона Нигера. Преподобного феоктиста, игумена Кукума, Сихилийского и свидетеля Евстафия, первого архиепископа Сербского. Также преподобного мученика Зосимы, пустынника Киликийского и мученика Афанасия Комментарисия. Преподобного Ахилла Диакона Печерского, о нем мы сегодня и поговорим, а из новомучеников церковь вспоминает сегодня священномучеников Александра, Стефана и Филиппа Пресвитеров в 1933 году пострадавших, священномученика Николая Пресвитера в 1939 году погибшего и священномученика Павла Пресвитера, который сгинул в 1941. Преподобный Ахилла Диакон Печерский прославился как великий постник, долгое время проведший в затворе. Предание гласит, что он не ел ни вареной, ни сладкой пищи, овощи употреблял редко и в малом количестве, а во время поста вкушал только одну проспору. К заступничеству святого Ахилла прибегают жаждущие избавиться от порабощения чревных страстей и желающие научиться воздержанию. Собственно, вот тоже пример поста, когда человек показал нам все виды возможного поста, потому что очень часто люди приходят и говорят, ну а вот если нету возможности по медицинским показаниям, то вот как, если и поститься хочется, и совесть обличает, от чего я не пощусь, да, потому что, ну, есть, конечно, другой вид, когда вот благословительный кефирчик, и, значит, прямо тут же в храме, на паперте после службы, значит, кефирчик открывается, а у меня благословение есть, вот, значит, старец-то меня разрешил, поэтому вы давайте, а я вот тут поддержу силы телеса своего, телес своих слабеньких. А вот это противоположная ситуация, да, когда человек понимает, что вот нужно ему поститься, и он сам пытается вот совестью договориться, вот что же делать, как же. И вот вполне себе есть рецепты, да, например, заметьте, не есть вареного, или не есть сладкого, вполне себе пост. Или, опять же, как я встречал совет от такого умудренного сединами уже священника с полувековым стажем служения, вот, бальчушка, а как же быть, вроде бы надо получать калории, потому что иначе я просто умру с моими болезнями, вот и карточка у меня с собой, а священник говорит, а вы ешьте холодное. И это тоже, кстати, вот вид поста. Ну, другое дело, что сейчас у нас святки, и, конечно же, никто не постится в полном соответствии с уставом православной церкви. Ну, это тоже такой повод для новых размышлений на этот день, да, как поститься по уставу, так у нас извинения, а как не поститься согласно уставу, так, собственно, в церкви так и говорят, что вот сейчас поститься-то не надо. Ну, а если нужна чеканная формулировка, то вот, пожалуйста, плоть слаба, говорим мы всякий раз, когда она нас побеждает. Ну, в святках мы ей, собственно, не особо-то и сопротивляемся. А на сегодня все. Берегите себя и возвращайтесь завтра православный.